Такой человек в Америке, его звали Сэм Уолтон, один из самых богатых людей. В 1985 году он был самым богатым, признанным журналом Forbes. Это тот легендарный предприниматель, который создал сеть магазинов, супермаркетов под названием Walmart. Больше 4000 супермаркетов в Америке и больше 1000 из-за границы. Вот такое наследство наставил своим родственникам, уйдя в мир иной. Вот если это великий предприниматель, не сетевик, конечно, в нашем понимании, но сетевик в самом большом, широком смысле. Он создал сеть магазинов. Есть ли у него какие-то секреты? В чем история этого человека? Какие выводы мы для себя можем сделать? Ну, во-первых, начинал он с ноля. У него не было денег. Он начинал с долга. Он занял 20 тысяч долларов у тесте своего. Во-вторых, он начинал в самом маленьком городке, который только можно придумать. На 4000 людей. Там было два магазина. Конкурента большой и его смехотворный. Малюсенький магазинчик. Но вот что он сделал. И откуда, собственно говоря, успех. Вот это нам важно понять. И если мы это поймем, если мы это будем использовать в своем бизнесе, то есть шанс, что мы преуспеем. Во-первых, Уолтон говорит, что нужно быть преданным своему бизнесу. Что это означает? Это значит, что надо идти до конца. Не сдаваться. Ни при каких обстоятельствах. Верить в себя. Любить свой бизнес. И работать до успеха. Так он и делал. Второе. Нужно уметь выстраивать отношения с людьми. И главный здесь прием, это один главный. Обаяние. Улыбка. Умение доверять людям. И вызывать доверие у них. Когда он начал, то он лично сам встречал каждого посетителя в своем магазине. И облизывал его, по сути дела. Он демонстрировал, что этот человек, который зашел к нему в магазин, самый ценный, долгожданный, любимый, дорогой. И он готов все для него сделать. Он часами ему рассказывал о своей семье, о своих детях, о сыне своем, вызывая такую же откровенность. То есть человек попадал в атмосферу нормальных взаимоотношений, когда к нему относятся хорошо. Если говорить просто. То побывав в таком магазине, ему хотелось еще раз и еще раз зайти. И конечно он там делал покупки. Потребовалось какое-то время, но конкурент отступил. Уолтон победил. И он стал создавать другие. Ларьки, киоски, мороженое, малюсенькие. Все начинается с малого. Продолжал, 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 продолжал. И наконец он, наконец, он пришел к выводу, что надо начинать серьезные вещи. Где-то в 1962 году он создал свой первый супермаркет. Первый супермаркет. Тогда это был прорыв. Сегодня они вон, везде у нас супермаркеты. Они сделаны по образцу универмагов Walmart. Все вот эти схемы, все вот эти приемы, все вот эти фишки, которые сегодня используются, это во многом придумки Сэма Уолтона. Но у него успех грандиозный. Почему? Потому что он говорил, что чем больше магазин, тем меньше мысли о гигантомании. Тем больше нужно уделять внимание людям. Нужно создавать в огромных супермаркетах атмосферу домашнюю, дружественную для покупателя. Ту же самую, какая у него была в малюхонькой крохотной лавочке его. Вот. Чем больше, говорил он, мы становимся универмагами Walmart, тем больше мы должны избегать гигантомании, сохраняя атмосферу маленького, небольшого магазинчика. А у нас что? Обманывать только. Поэтому и разница такая в доходах. Следующее, что он использовал, он говорил всегда, что нужно общаться с персоналом. Самые лучшие идеи всегда поступают от простых людей, которые работают на него. Он называл этих людей своими партнерами в бизнесе. Он прислушивался, брал идеи от них. И вот все идеи, которые сегодня реализованы в универмагах, во многом от рабочих, и от складских рабочих, и от менеджеров, и от продавцов. Оттуда. Он говорил, что нужно делиться прибылью с ними. И он делился прибылью щедро. Он создавал мотивацию, говорил, что нужно мотивировать своих людей. Значит, создавать им стимулы. Значит, их всячески заинтересовывают в общем успехе, чтобы каждый работник понимал, что чем больше он зарабатывает, у Олмарт хозяин, тем больше получит и любой работник. Он требовал от своих руководителей, своих магазинов, чтобы они праздновали успехи со своими людьми. Относились к ним по-человечески. Заметьте, везде отношения доверительности, везде отношения человеческие, везде золотое правило. Относись с другим так, как ты хочешь, чтобы к тебе относились. Отсюда весь секрет. Если мы сегодня думаем, что можно в интернете раскрутить компанию рекламную, или в газетах, или на заборах, и преуспеть, то это обман. Пока не будет доверия, пока не будет создана атмосфера, когда человек выбирает не товар, а тебя, продавца, так пока успеха не дождешься. Еще одна тайна, которую пришлось ему раскрыть, когда на него волна недовольства в отношении его бизнеса. Потому что его обвиняли в том, что он атмосферу маленьких американских городов разрушил. Обычно большая улица, много магазинчиков. А он строил супермаркеты в спальных районах и тем самым угробил весь этот антураж. И ему пришлось оправдываться. Он писал автобиографию, в которой рассказывал, что он делал это, потому что там было, во-первых, удобно для людей в спальном районе, а во-вторых, это было дешевле. Открыть, строить, налоги меньше и так далее. Еще он раскрыл, он занимался благотворительностью, он давал людям. Он все время давал людям, он устраивал всякие акции благотворительные. Он со строительством каждого нового магазина начинали целые серии акций благотворительных. Короче говоря, подводя итог сказанному, можно сделать такой вывод, что человек за свою жизнь занимался одним делом. Он складывал в свой бизнес все свои силы, всю свою страсть, весь пыл души. И он создал огромную империю, огромную империю. Более 4 тысяч магазинов, как я сказал, в Америке, супермаркетов огромных и больше тысячи в других странах. Миллиарды долларов. Принцип? Упорство, вера в себя, в свой собственный бизнес, прислушиваться к своим партнерам, какими маленькими они по статусу не казались. И самое важное, самое главное, доверительные отношения со своими клиентами. Человеческие доверительные. Пока этого не будет, ничего не будет. Вот человек сумел рассмотреть какие-то перспективы, какие-то тенденции тогда, когда еще никто этого не видел. И сегодня это работает. Очень важно нам рассмотреть сегодня то, что работает. Интернет, видео в интернете. Использовать это на всю катушку. Сделать этот бизнес своим, персональным. И у нас все получится. Все будет классно. Действуйте.